10 сентября 2024 года. Пишут мне в комментариях, почему я говорю, что Покровск не будет взят, будет взят так же как и Бахмут, как и Авдеевка. Как минимум не так же, я вас уверяю. Потому что, когда брали Бахмут, у россиян были такие штуки, как ЧВК Вагнер, допустим. Помните? Где он сейчас? Я не спрашиваю, где Пригожин, он в аду, это понятно. Где ЧВК Вагнер, где сейчас? Рассосалось, блин. Сколько там говорил Пригожин? 20 тысяч погибших пригожинцев, этих вагнеровцев и 40 тысяч раненых. Где сейчас этот ресурс? Его нет. Почему сейчас 2 миллиона с чем-то стоит для того, чтобы нанять расистов в армию? Потому что мало, наверное, хочет идти сюда, блин, башки лишаться, блин, чернозем тут украинский превращается. Ну, правда, так же не будет. Когда брали Авдеевку, у нас не было еще и в 16-х. Сейчас они уже у нас есть, правда? То есть, ну, Авдеевку взяли, потому что, ну, кабы, конечно, россияне выковырили у себя из носа, из советских запасов. Там кабы сделали. Сейчас мы делаем те же самые управляемые авиационные бомбы. Помимо того, что нам там американцы дают, вот сейчас прям американцы дают там 250 миллионов вооружения. Ну, все это вооружение. 250 выделяют миллионов долларов на вооружение. И Швеция, да, 450, по-моему, миллионов или 400 миллионов. Я вообще не помню. Тоже на вооружение. Ну, ребята, а вы сейчас что делаете? Ну, и россияна спрашивают. Вы у иранцев, вы торговываете за пшено, там, за ячмень какой-то, блин, их баллистические ракеты. Там 200 штук, я не знаю сколько. Ну, как вы думаете, кто в противостоянии выстоит? У вас сейчас российские, вот эти все, блин, советские, еще там Т-54, Т-55, вся эта древняя хрень. До Т-34 вы скоро дойдете. Да, ну, правда, что же, третий год войны, все же видят, как у вас заканчивается. То есть, у меня это на глазах происходит. То есть, одно дело в 22-м году по мне прилетало там российскими этими бомбами, блин, снарядами там в количестве неимоверном. Просто миллионы снарядов были использованы в 22-м году против Украины. Там, здесь вот, на запорожском направлении, там, я же не говорю, кругом. Сколько сейчас, сколько сейчас получается вы тратите? Сейчас у нас мы в паритет вышли, и дальше же будет хуже, потому что мы сейчас сделаем баллистику уже свою. Мы сейчас сделаем дроны. Что там сегодня в Москве произошло? Я с 1 апреля в день дурака сказал, в честь вас, россиянин, блин, я сказал, что, ребята, к украинцам обращаюсь, что давайте, блин, нафиг лупить, блин, по Москве. Потому что вот этот мозжечок-снагадок, который управляет Россией огромной, блин, он вот там сосредоточен. И вот я смотрю, что сейчас уже наши дроны, сейчас уже наши там какие-то, ну, беспилотники, там, я не знаю как, уже летят там куда-то, Раменская, не Раменская. Я хрен его знаю, я никогда в Москве не был, надеюсь, никогда не попаду. Надеюсь, она сгорит до того, как я туда, блин, прибуду, хотя бы в том направлении двигаюсь. Понятно? То есть уже над этим делом работают. Так что тут вы рассчитываете взять, по-кровски вы учитываете, что у вас расходуется все. У вас лишний состав расходуется. А что там с Курском? То есть у вас нет ресурсов, вы в месяц не можете отбить Курск. Каноническую. Совершенно международно признанную территорию Российской Федерации вы у тырки не можете защитить от Украины, которых вы вообще там за людей не считали. Говорили, там, за три дня нас возьмете, там, за два, там. Кто там говорил, там, Лукашенко. Говорят, там, нет, теперь война продлится три дня, некому будет воевать с караваями. Вы думали, с караваями у вас будет... А встречаемся с Поляныцей, да? Вот этот реактивный дрон, который сейчас есть. Не, ребятки, я думаю, что сейчас как раз все пойдет в обратную сторону. То есть у вас эти ресурсы, причем я это уже давно заявляю, там, я не знаю, с начала этого года так точно. У вас сейчас все эти военные ресурсы заканчиваются, стачиваются, да? Потому что... А у нас все-таки вы не можете, понимаете, вы увеличите количество снарядов, но у вас все равно советская сраная артиллерия, которая надо там тысячу снарядов использовать, чтобы один опорный пункт уничтожить. Понимаете? А у нас там крабы польские, эти самые корейские, у нас панциры там добавляются немецкие, которые один снаряд, одно попадание. Ну, так-то или нет? На что вы надеетесь? Ну, я вас уверяю, что Покровск я не знаю, как говорят на Покровске. Может быть, его тоже сотрете с лица земли, как вы это все время делали. Бахмут стерли с лица земли, Авдеевку стерли с лица земли. Может быть, вы и Мирноград сотрете с лица земли, и Бахмут, и Покровск сотрете с лица земли. Но вам это не поможет, понимаете? Потому что только на Басе, там еще Славянск, там еще хреново куча было. Я уже не говорю, что вы там Синьки, в Скупинском, берете два года, понимаете? Два года уже там вы берете эту Синьки, одно село маленькое Скупинска. Так что нет, ребята, все не так замечательно. И я думаю, там сейчас еще, я же говорю, что нефть сейчас мне понравилась, как сейчас нефть стоит, как она там опускается. Мне понравились, какие у вас там ключевые ставки. Не переймайтесь. Все буду в Украине.